И сейчас я разыграю этот смартфон среди моих подписчиков. Точнее, то, что от него останется. Ну а победитель будет выбран непосредственно через рандомайзер. Поехали! 11.11. Распродажа на Алиэкспресс с Letyshops и валиком. Это распродажа глазами обычного человека с кэшбэком до 7,5%, скидками до 70% и призами на 1 миллион рублей. Ищи купоны, покупай с кэшбэком, чтобы точно вернуть своё! В далёком детстве у многих из нас были глобусы – наглядное вспомогательное пособие, в основном для изучения географии. У современных детей детство иное. Уже с младенчества юные исследователи запросто управляются с планшетом, а то и с более сложной техникой. Этот глобус сочетает в себе все особенности оригинального умного глобуса с ночным режимом. Свечение ночного неба для того, чтобы дети смогли узнать о звёздах и созвездиях. Poptel P10 – это устройство среднего класса. Дизайн – это то, на чём явно сэкономили, ведь он ничем особенным не выделяется. Зато устройство устойчиво к ударам, попаданию воды и грязи при толщине корпуса 11 мм. Им буквально можно колоть орехи. Можно залить кипяточком, проехаться по нему на автомобиле или в буквальном смысле спустить по лестнице, и он всё равно работает. Пяти с половиной дюймовый экран, а также четыре гигабайта оперативной памяти и шестьдесят четыре встроенной. Бонусом же является модуль NFC и сканер отпечатков пальцев на задней панели смартфона. Ну и самое главное, я разыграю этот смартфон среди своих подписчиков. Всего-то нужно поставить лайк, подписаться на канал и обязательно оставить комментарий для того, чтобы рандомайзер смог определить победителя. Как только ролик соберёт 20, нет, 15 тысяч лайков, мы узнаем победителя. Всем удачи, а мы едем дальше! Новомодное средство передвижения Freeline Skate или другое его название Drift Skate представляет собой две маленькие независимые платформы, оснащённые двумя роликовыми колёсами каждая. Для езды на нём используют движение, так называемое боковой крис-кросс. Ехать на нём можно как под горку, так и с горы. Травм не избежать, без защиты учиться нежелательно. По ощущениям он не похож ни на скейт, ни на ролики, это что-то третье. Ролики в любом случае лучше. Устройство для приготовления золотых яиц Яйцо помещается в одну из полусфер и закрывается второй половиной при помощи специальных защёлок. После чего пользователь в течение 15-20 секунд активно под любым удобным для себя углом раскручивает сферу, держа её за ручки. А содержимое яйца благодаря высокой центробежной силе перемещается и становится однородным, приобретая нежную консистенцию. Вуаля! Золотое яйцо готово. Остаётся лишь открыть защёлки и вынуть его из полусферы. Эти космические переноски дарят море эмоций как хозяевам, так и своим пассажирам. И, конечно, не оставляют равнодушными всех, кто видит вас вместе на прогулке. Теперь можно проводить гораздо больше времени вместе со своими пушистыми друзьями. Ведь вы покажете им целый мир, а весь мир будет восторженно смотреть на вас. Специальный сферический иллюминатор позволит пушистому астронавту наблюдать за всем, что происходит вокруг на 180 градусов. Популярные шнурки для ношения мобильных телефонов на шее получили вторую жизнь в виде удивительного обруча, который позволяет прикрепить смартфон в районе верхней части грудной клетки. Поскольку практически любой современный смартфон оснащён сразу двумя камерами, это открывает широкие возможности для записи видео от первого лица. Крепление позволяет пользоваться фронтальной камерой во время приготовления еды, подготовки обзоров покупок, занятий спортом, путешествий, а также в любых других ситуациях, какие только подскажет ваше воображение. Простое приспособление, которое поможет быстро сложить постиранные рубашки. Возьмите не до конца высушенную майку или рубашку, сложите её с помощью этого устройства и убирайте в шкаф. Одежда высохнет идеально выглаженной. Всё работает, как у Шелдона Купера. Этот светящийся куб руды для самого преданного фаната игры Майнкрафт. Его будто взяли прямо из игры. Лампа имеет три режима яркости. Касанием руки можно активировать ночник, либо переключить его в один из трёх режимов. При касании верхней стороны блока светильника свет выключится автоматически через три минуты. Завораживающий красный и синий цвет ночника, имитирующий алмазную руду, обязательно понравится поклонникам Майнкрафт. Автоматическая кормушка для аквариума каких-то 10 лет назад была лишь дорогой экзотикой. Сегодня это очень полезный аксессуар. Она не забудет покормить рыбок, самое главное не забывать время от времени заполнять её кормом. Некоторые считают, что автокормушка нужна только на время отпуска. Это совсем не так. Лучше использовать кормушку постоянно, настроив её на двух- или трёхразовое кормление. Помните, что количество корма должно быть таким, чтобы рыбы съедали его за одну-две минуты. Светящийся кабель с подсветкой будет радовать вас каждый раз, когда вы будете заряжать или синхронизировать с компьютером свой девайс. С таким светящимся проводом вы не забудете свой телефон на зарядке. Ещё одна нашумевшая игрушка. Производитель предлагает купить мячик, который можно разогнать до 7 метров в секунду, покатать по дну реки и фонтана, поиграть с собакой или кошкой, что он действительно с достоинством выдерживает. Кроме того, с помощью специальных приложений можно превратить мячик в объект интерактивных игр. Всё это здорово и интересно, но не совсем понятно, сколько людей готовы отдать или уже отдали размер прожиточного минимума за весёлый шарик из поликарбоната. Очередной умный гаджет – ручка, который пишут одновременно в двух местах – в специальном блокноте и в смартфоне. Всё, что создаётся на бумаге, автоматически оцифровывается и переносится в память смартфона. Текст распознаётся и выводится не как набор кривых, а как обычный текст, то есть можно написанное от руки сразу переводить в электронный вид, пропуская этапы сканирования и распознавания. Если нет связи с мобильным устройством, ручка будет запоминать информацию и синхронизировать сохранённые данные при появлении связи. Кошки только на первый взгляд милые пушистые. Но когда дело доходит до купания, ваш милый питомец превращается в колючее существо, которое так и норовит нанести вам травму. Сетка для груминга кошек – это незаменимый помощник для всех владельцев пушистых питомцев. Она предназначена для того, чтобы уберечь вас от острых коготков животного. Применение сетки во время купания кошки позволит вам сохранить ваши руки целыми, а вашей кошке быть всегда ухоженной, даже если к проведению процедур она относится скептически. Мытьё окон – процесс трудный и трудозатратный, но современные технологии готовы нам его облегчить. Совсем недавно в продаже появились специальные роботы, предназначенные для мытья окон. Для запуска этого робота достаточно подсоединить его к питанию, одеть на него салфетки из микрофибры на специальных кругах, смоченные в средстве для мытья окон, приставить его к окну и с помощью кнопки запуска дать команду «мыть окна». Вакуумный насос прикрепит аппарат к стеклу и начнёт его мытьё. Жидкость для мытья окон может быть абсолютно любая. Многие полагают, что ручной насос для топлива создан для мелких воришек, которые ночами сливают бензин с припаркованных на улице автомобилей. Но если на это изобретение посмотреть с другой стороны, вы поймёте, что оно незаменимо в быту. Он состоит из жёсткой пластиковой трубки, сифона и гофрированной трубы. Жёсткая трубка вставляется в ёмкость с водой, вторая трубка опускается в пустую ёмкость. Чтобы начать перекачку воды, достаточно запустить процесс с помощью сифона. Очистка жалюзи – то ещё занятие. Чтобы их полностью очистить от пыли, приходится вручную обходить каждую отдельную пластинку. К счастью, умные люди придумали эту щётку. Она одним разом захватывает шесть пластин, ускоряя уборку в несколько раз. Достаточно слегка смочить щётку, пройтись по каждым планкам, после чего можно вновь использовать их для блокировки солнечных лучей. Куртка из фильма «Назад в будущее» с режимом сушки и встроенным климат-контролем. Куртка может согревать хозяина, охлаждать, заряжать его гаджеты, а также имеет потайные карманы для планшета и смартфона. Нагревательные элементы куртки расположены так, чтобы согревать не только тело, но и руки владельца, когда они находятся в карманах. Если активировать их одновременно с воздухозаборниками, куртка перейдёт в режим автосушки. В этом режиме она чрезвычайно быстро высыхает после любого дождя. Фильтры грязи не боятся. Можно смело сказать об этой модели с трёхступенчатой системой очистки воды. Работает это следующим образом. Первый внешний префильтр останавливает самые крупные частицы. Вторая ступень пропускает жидкость через классический угольный фильтр, а на третьем этапе вода проходит через мембранный фильтр, отсеивающий оставшиеся частицы. Пропускная способность составляет 200 мл в минуту. Видеокарта GeForce GTX 1060. Она обеспечивает достойную производительность и открывает дорогу к VR-играм и другим возможностям. Она оснащена неплохой системой охлаждения, которая не позволяет GPU перегреваться даже в самых напряжённых игровых условиях. Правда, неизвестно, что будет через год использования. При максимальных настройках в игре PUBG в среднем выдаёт 100 FPS. В игре Battlefield 1 — 120 FPS, а в GTA V — 90 FPS. Настоящее спасение для владельцев самых пушистых кошачьих пород. Он аккуратно удаляет отмерший подшерсток животного, не повреждая живого волоса. Он ускоряет линьку и действует в несколько раз эффективнее любой щётки. Практически все те, кто использовал его впервые, потрясены тем, какое количество лишней шерсти им удается вычесать. Если вы ещё не знакомы с этим прибором, попробуйте обязательно. О медузе в бутылке не знают, наверное, только ленивой. Уж больно загадочные и притягивающие действия происходят внутри бутылки. Суть этой динамической игрушки в том, что когда вы переворачиваете или сдавливаете бутылку, медуза медленно всплывает, напоминая при этом живой прототип. Достигается это за счёт того, что при формировании тела медузы в ней остаются небольшие пузырьки воздуха, которые при погружении медузы в воду тянут фигурку вверх. Хотите посмеяться над друзьями? На Алиэкспрессе продаётся чудо-книжка, при открытии которой появляется настоящее пламя. Представьте, присаживаетесь вы на лавочку где-то в парке Горького, открываете эту книжку, и из неё парит огонь, а вы, как ни в чём не бывало, продолжаете её читать. Как найти ключи, если в доме царит творческий беспорядок, а вы жутко опаздываете? На Алиэкспрессе уже давно продаётся специальный брелок. Фиксируешь его на ключах или любом другом предмете, который часто теряется. Когда изделие снова потеряется, нажимаешь на пульте одну из четырёх кнопок, в зависимости от цвета вашего брелка, в результате чего брелок издаст мелодию. Осталось сообразить, откуда идёт звук. Ну а если вы умудрились потерять пульт вместе с брелком, то вы совсем растерва. Сочувствую вам. Детектор скрытых камер позволяет обнаружить радиочастотный сигнал от скрытых источников наблюдения и прослушивания, а также визуально обнаружить по бликам объективов камер при помощи ИК-лазерной линзы, даже если камеры отключены. Для обнаружения радиосигнала от подслушивающих устройств используется широкодиапазонный сканер радиочастот. При выявлении скрытых устройств детектор автоматически подаёт сигнал звуком или вибрацией. Думаю, я не один страдаю от того, что некуда положить телефон, который находится на зарядке. И тут на помощь вновь приходит Алиэкспресс и настенный держатель для телефона. Он крепится к стене на липучку. Внутри держателя есть силиконовые вставки, которые не допускают скольжения телефона. Лишний провод можно намотать на заднюю часть держателя. На мой взгляд, это удобная и полезная штука, которая пригодится в любой квартире. Хорошие новости! Ролик, опубликованный на канале 26 октября, сумел собрать 20 тысяч лайков. Денис Бондарёв, поздравляю вас! Именно ваш комментарий оказался счастливым. Вы молодец, что открыли лайки и подписки. Большинство этого не делает. И потом ещё удивляются, почему они не выигрывают. А у вас, вижу, все условия выполнены. И, что самое главное, я могу это увидеть. С победой вас ещё раз! На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok